Хорошо, сегодня продолжим 9 глава Римлянам 14-го света. Так, если коротко вспомним, о чем мы говорили, кто хочет сказать, может что-то Вы запомнили, или что-то было новым для Вас в прошлый раз, и чтобы как-то вспомнить основную тему, о чем Вы говорили. Ну, по сути дела, по этой схеме, мы говорили, что семя была отречена через араб. И несмотря на то, что Он у меня на цели, говорится, я подарю, потом слабый, но Господь вели в сердце, что сердце жестоковым, что они не стремились, не жалко, поэтому Он, в принципе, и так далее. Ну, и слабый дал, потому что победованию слабого, был отыщен. И они должны, как-то всегда, в тот факультуре, уже измолваться всем, чтобы поддерживать себя, где-то не было. И сад, хотя он это со вторым, он получил первородство, потому что, где-то было сердце, где-то было сердце, где-то было сердце, было расположено искать Богу и служить. Угу. Ну, и, по-моему, там, может быть, тоже, как-то, как правило, евреев, которые называют себя, ведь не Адам, но он является того, не только потому что, если, если они верят в это семя. Да. Да. Потому что ему была обещана Семяна, потому что он поверил и это умение в своих правительствах. То есть, если они имеют ту же самую веру, когда уменяются правительства всех других людей, поэтому мы называем Семьимограмм, не правительства, не правительства. Ага. Да. Да, в шестом стихе, помните, мы читали, «Ебо не все те израильтяне, которые от Израиля». Вот. Ну, если никто больше не хочет добавлять, мы пойдем дальше тогда, с четырнадцатого стиха. Что же скажем, «Неужели неправда у Бога?» Никак. И вот, в этом стихе, как вы думаете, где стоит слово «неправда»? Неправда. Стоит неправда, да. Значит, значение такое, что же скажем, «Неужели у Бога неправедность?» То есть, в этом случае он спрашивает, «Неужели Бог неправеден, что захотел одного выбрал для спасения, захотел другого выбрал, чтобы он в огонь попал?» И он говорит, «Нет, такого не было». Это если продолжать тринадцатый стих, где было написано, «Якова я возлюбил, а Исаа возненавидел». То есть, вот этих двух безлицов. Он ему говорил, что они были безлицы. И хотя Исаа родился первым, и он, в принципе, считается первенцом, и первородцом, получается, должно было по природе вещей, например, ему перейти. Но до рождения еще Бог сказал, что это не будет так, а наоборот, будет Яков считаться за всеми, и это значит, что первородным будет считаться младшим. Поэтому он сказал, что старше будет служить младшим. Поэтому мы сегодня дальше еще посмотрим, что Исаак об этом знал. Но, по сути, если вот в Писании читать, мы читаем, что Исаак любил Исаа. Особенно то, что его еду, то, что он там приготовил. Поэтому дела плоти, то, что плоть приносит человеку, нравится человеку. Потому что человек, в принципе, рождается в плоти и под законом, и поэтому все, что с этим связано, ему нравится. И даже когда человек пришел к вере, его сразу же тянет обратно вплоть, вот это состояние, обратно в закон. И человеку это нравится, это уже как бы до тех пор, пока, как вот у Якова, помним, не было встречи с Богом. То, что Бог так сделал, с одной стороны он должен от своего чести убегать, а с другой стороны брат, и с ним 400 воинов. Для чего вы думаете, 400 воинов с ним идут навстречу? И вот в такой ситуации, или как вот Израиль, когда вышел, и сзади фараон с 8, а спереди море, и они не знают, что делать. То есть Бог специально ставится в такие ситуации, чтобы мы обратились к нему, и чтобы он дал нам то, что нам нужно. То же самое у Авраама. Бог обещал, ничего нет, и Саарабы словно. Родился Изма, и Боговлением он не считается. И они думают, что же теперь? То есть у них была такая ситуация, что они пришли, и даже как бы Бог подогнал их к такому месту, это когда они должны были отречься от себя и поверить Богу, что им произошло в этом случае. И, значит, в этом случае дальше мы рассматриваем эту тему, можно сказать, о предопределении. Мы говорили до этого в 8 главе о предопределении. Я думаю, что можно было бы сделать как бы разделение, сделать, что, например, есть учение о предопределении согласно Библии, а потом есть учение судьбы, можно так сказать. Они тоже используют слово предопределение, но оно в корне отличается от того, что написано в Библии. И в этом случае он говорит, что если по учению, вот другому, ложное учение о предопределении или учение о судьбе, что оно говорит? То, что Бог кого-то определил на спасение, а кого-то Он определил на смерть. И тогда получается, что, чтобы плохого этот человек не сделал, Бог все равно его отправит в рай, если так выражаться, да, то, что даст ему жизнь. И если другой человек, который, получается, по тому учению определен на смерть, что по-хорошему он не сделал? Как бы он не старался угождать Богу, Бог все равно его накажет, потому что он так определил. Получается, что Бог вознаграждает грех и наказывает праведные дела по тому учению. И тогда вывод получается, что Бог неправедный. Все, что Он делает, это неправильно, но он действительно говорит, нет, такого не может быть. И поэтому это учение, если так можно сказать, учение о судьбе, оно неправильно в том плане, что, как бы в прошлый раз мы говорили, что зависит от человека, подчинился он Богу, Божьему пути или нет. То есть мы говорили, что Бог призывается, и всем говорит одну и ту же вещь, да. Если вы примете Мой путь, то вы будете спасены. Человек, принявший на основании веры и благодати, получает жизнь. Человек, который отверг, это, получается, он отвергает в основном на основании своих дел плоти и закона, и тогда он, получается, становится предопределенным на смерть. То есть это зависит от воли человека. То, что человек решил поверить или не поверить. И в случае с Авраамом, Исааком, Яковом и дальше, в тех случаях мы увидим, что везде это и прослеживается. Но часто у нас в жизни у людей такое бывает, что человек хочет сам ставить условия. Например, если кто по закону говорит, я вот это сделаю, и на этом основании Бог должен меня принять. То есть не то, что Бог требует, но он говорит, нет, я вот это сделаю, и Бог должен меня принять. То есть то, что Бог дал, они или вычеркивают, или что-то добавляют, или что-то убирают, но самое главное, что они сами как бы хотят это контролировать, получается, в своих глазах они становятся Богами, да. Но не хотят подчиниться именно пути Бога, вот это, если это путь Бога, всякий, кто поверил, всякий, который вошел в этот путь, он дальше будет идти правильно, да. А всякий, кто отвергает, то, естественно, он этого не увидит. И вот это, это есть учение на предопределении, и это то, что Бог делает правильно, то есть по справедливости. Да. Можно мне еще раз какую-то мысль, как бы, коллега, вот я вот здесь одна выняла. Ну, я просто уголовный пример, так позвучивает, поэтому, наверное, немножко. Значит, ты сказал, вот судя к этому учению судьбе, Бог будет считаться неправильным, если он наказывает человека за добрые дела, ты видишь, это тот человек, который вообще сам по себе нехороший, ну, как-то так, да? Злой. Да, 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 да. И, то есть, если это злой человек на основании чего-то называемый злым, потому что он творит ничего хорошего, он просто злой. И ты говоришь, на основании каких добрых дел, когда Господь его наказывает, если он пока ничего доброго не совершил. А если он может совершить доброе, только-только после того, когда уже Господь его, ну, найдет и он обратится к Господу. Тогда он повернет в свои злые пути и начнет ходить к тебе правильным истинам. Ну, до того, как Господь его найдет, до того, чтобы найти. Ты говоришь, если он будет его наказывать, он будет лишь правильным наказывать, а злой человек, совершая себе посуду. Это уже мы творим эти мысли от чистого Евангелия, от того, что у них течение, ну, как бы учение ложное, у них тоже мировое зрение другое будет. Поэтому они, как говорят, на то, что если человека Бог избрал для спасения, чего он бы хорошего сделал, и чего Бог плохого не сделал, не имеет значения, потому что все равно он будет спасен. То есть от этого не зависит. И получается, если человек определен на спасение, и он делает плохое, решит, да, а все равно спасается, значит, Бог во знание рождается и грех получается. Понимаете, да? А там человек определен на смерть, и даже если бы он не что-то старался сделать, все равно получается, что он получает смерть. Оно всегда было, оно просто трудно, трудно эту всю картину увидеть, потому что Иакова судьбу или жизнь в Библии, она достаточно ясно описана. Вот эти все моменты, допустим, когда ты говоришь, ну, ты сказал, что Иаков идешь, идет сзади тесть отсюда и сам, и Иакову некуда деваться. То есть он уже должен сделать выбор. Туда, обратно и вверх. То есть он должен решить. Но такие обстоятельства, которые то же самое Бог делает или делал Сесава, просто что они не описаны. Бог всегда человеку дает выбор. Справедливость. Он всегда со всеми людьми одинаково поступал. Не может Иакова, потому что Иакова он загнал в этих условиях, Иакова к Богу. И мы говорим, о, видишь, Бог ему создал специальные условия, чтобы Иакова научить. Дальше опять он ему создал, да? То есть он как бы его постоянно с двух сторон ображдает, и ведет, и ведет. Но мы просто не знаем, кто съял, и само произошло. Бог не и само создавал такие. Вот приблизительно так, вот если бывает, человек, Бог, человека загоняет такие условия, и человек злой, он сознат, бывает, просто начинает, еще больше, ожесточается, начинает слиться, начинает потереться, убивать, стрелять в людей. То есть он, ему созданы такие самые условия, как и всем другим, но выбор его, но вот в этом случае, Соломон, мы считаем, что Соломон, это, это великий, 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 но мы как-то считаем, на последние дни. Это же ужасный испугник. Поклонялся идолам, храмы построил, с женами своими, Хадим поклонялся этим, и Малохам, и Астартам, и Новысоким. Ну вот, о спасении, никто его знает, Распорт разбирался, и Бог знает о спасении, но вот, но пример такой, он оставил, мы всегда только красивую сторону показываем, ну не, он не хороший пример, если так в боку углубляться, очень неплохий вор, то так, с ним так поступает. И вот у меня еще такое место, значит, где сам же Иисус говорит, что, ну, не как Иерусалимов, я плачу, я просто, Иерусалимов, потому что Петр Пустил время, моем освящении, и также каждый человек, он дает это, это освящение, человек может поспуститься, но вот я иногда себе думаю, что у меня не одно время было освящения, то есть, много раз, Господь не один раз, и я так, если послеживаю, то есть, я могу вспомнить, где это началось, потом тут, потом стучится, 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 но в итоге я пришла, понимаешь, как бы, ответила на это слово, и Господь был вот так вот ждал, и терпел меня, кто-то, значит, даже Божьи, кто-то на смертного образа сидел, и дождется, ну а, я думаю, так каждый удается, да, это за счет, что получается, не обращало внимание, и с другой стороны, Господь, говорит, никогда не опаздывает, никогда не забегает вперед, то есть, все случается в тот предписанный момент, наверное, когда должно случиться, я так понимаю. я думаю, что в этом, или есть, конечно, что если Господь, если выбрал вот тогда, ты пошел немножко, отошел, опять вернулся, но время утеряло. в этом случае, в этом случае, я так думаю, я вижу, под просветей, под другими людьми, вот это слово, которое Господь говорит, я вам даю жизнь, и жизнь с избытками. это не просто слова, это не просто слова, жизнь, у всех людей жизнь есть, все на это живут, люди до смерти, но жизнь с избытком, это разная вещь, когда жить просто, и мучиться, а можно наслаждаться, жизнь, и жизнь, которую дает, это не есть, жизнь с избытком, это не есть спасение, спасение и при жизни, при какой угодно жизни, может быть, человек в последний момент, он подошел, вот как я говорю, часто ему, молотком поговорили, чтобы пришел в сознание, и на небеса, на любого, так я говорю, но жизнь с избытком, вот допустим, если ты раньше приняла Христа, у тебя намного было бы лучше жить, потому что ты, то есть ты раньше, эти все истины, которые, которые, вот даже, ну вот, мы говорим, что, благодать она преображает, слово изменяет, многие вещи, которые, которые у тебя сейчас, когда, два часа назад, если врач отошла, было бы избыток, во всем, с детьми, с семьей, с работой, со здоровьем, с чем угодно, а люди, которые вот жизнь имеют, но избытка жизни не получают, не потому, что Бог умел, потому что, ну, я не знаю, это самое, я с этим согласиться, по поводу этого избытка, что есть люди, которые раньше пришли, но нет, ну, вот этот вопрос, жизнь с избытком, сегодня, спросили Бога, по силам, я не знаю, каждый, 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 скажет, да, это жизнь избытка, но он может быть, писатель сказать, но на самом деле, чувствует ли это, он не живет для того, но я, честно говоря, буду заниматься, высказываться, есть, но я не говорю, что это Бог. Не много, но это не говорит о том, что, если он даже христианин, раньше пришел к Богу, это, будто он уже получился в жизни избытком, христианин уже всю жизнь промучится, имеет только жизнь, он не получит избыток. Да. Значит, избыток приходит, в принципе, от другого. От другого? Да. Только счастливые люди, и редко есть христиане, которые счастливы, редко, которые, я думаю, могут сказать, я имею полную цену, счастливую жизнь. Если вот то, что вы говорили, применительно, кроме самого, когда, например, он пророслал в первородстве, был такой случай, что он голодный, здесь еда, и Яков поставил условия, и от него зависело. Если он захотел, он ему сказать, нет, не надо, пойду, я вам чуть-чуть перекушу, может, чего-то, если нет еды. Но он продал сразу. И потом, когда он узнал, что Яков получил богословие, говорит, вот сейчас отец мой умрет, потом я его убью. Поэтому-то он убежал, потому что у него были такие намеренные. То есть, мы видим, что в их жизни такие же одинаковые ситуации и разные реакции. Поэтому, с этой стороны, Бог справедлив в том плане, что, ко всем он одинаково дает, даже он, если заранее знает, что этот не примет, а этот примет, ко всем одинаково он призывает, одинаково дает вещь, чтобы уже потом, на суде, никто не говорил, я не знал, не слышал, да? С одной стороны, а с другой стороны, потому что он справедлив, он одинаково все им это будет давать. И, другая сторона, что Бог справедлив по отношению, то есть, праведен по отношению также к греху. То есть, он не может, чтобы человек грешен был с ним. И, поэтому, всегда должно быть это, приближение к Богу, на основании веры и благодати. потому что, тогда получается, что мы, веря в жертву, которая вместо нас умерла, получаем прощение грехов, и тем самым, приближаемся к Богу. А в этом случае, когда человек по плоти действует, то они приносят другую жертву, и поэтому, естественно, они бывают отвергнуты. И, в некоторых местах мы читаем, что Бог не лицеприятель, а то, что Он на лицо не смотрит, и это, в принципе, означает, что Он ко всем одинаково относится. Но, а потом, мы дальше будем читать, из-за порона, и Он почему-то написал, Он ожесточился. Угу. Но. Ну, то есть, я думаю, что, наверное, я так понимаю, что все равно Бог видит сердце, в любом случае. Если оно уже разточенное, Он уже знает, что, наверное, там больше, как Бог не будет, и оно разточает больше, чтобы принести план в свидетельство. Угу. А с другой стороны, не может сказать, из-за того, позиции, что, если из-за спорта ожесточенного сердца, значительно Морисеева и прочее прочее, свершилось, и он не видел народу, и все, и так далее, и так далее. Ну, вот, я раньше думала за Иуду, но у того был выбор, в конце концов, да? Ему можно было в свое время тоже вот раскаяться, пойти, а он был бы другом выбор. Павел как-то, ну, рассказ, в конце, в какой-то смысле, в том, что предал. А Иуда тоже мог бы говорить о какой-то писем. А другой был бы, он пошел в полиции. Хотя он был, Господь был принят, потому что он все равно взвал другом, скажет, что предал. потому что уже до этого мечтал, что он был вор, что он воровал, что уже на тот момент его ожесточение происходило. И поэтому, когда уже пришел выбор, момент выбора, да, то, что люди, которые по плоть вводят, когда уже приходит тот момент, критический момент, по плоти он пойдет в другом направлении, в общем. Он поступит по плоти. да, Петр хотел отрубить, а потом уже, когда нужно было ничего не делать, да, когда уже надо было заступиться, перед человеком, какой-то, я вообще его не знаю. А потом уже изменилось, да, потому что он уже про духу был, и там уже дух его, ну, давал нужные чувства, и нужные эти силы, чтобы перед этими знатными там, он мог сколько раз свидетельствовать. Я думаю, что в этом очень важно, все играет роль, допустим, в нашей жизни. В нашей жизни большую роль играет, еще до того, как случится, мы постоянно же стоим перед Богом, с которым на коленях и молимся, Господи, помоги, Господи, извини, Господи, проведи. То есть, мы заранее молимся, даже не зная что, и когда мы просим у Него, и когда подходим к этому, люди, которые живут по плоти, они живут по плоти, они, ну, скажем, вообще мирские люди, они не просят, и когда к ним приходит выбор, они же не просили раньше. И когда мы просили, то в тот момент, Бог может даже этого раз и силой нас повернуть. Потому что мы просили, Господи, помоги. То есть, что это значит? Это значит, когда придет выбор, то ты возьми сам оправдан, даже возьми за шеврак и поверни вот так. А человек, который не просит, и потом, когда уже мы сделали правильный выбор, они говорят, почему-то я потом правильно сделал, а этот неправильно. Потому что ты даже не просил раньше. Ты даже не говорил, Господи, помоги. Если ты, говорю, неделю, год назад, или день назад, кто вот пришел в этот момент, тот взял какую-то другую, а раз не просил. Хорошо. Тогда перейдем к следующему, 15 стиху. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалей. Как раз мы говорили, да, о том, тоже, Анатолий говорил, о том, что Иисус прожалел, да, и вот здесь мы тоже видим о милости и о сожалении и сострадании, когда Бог показывает свою милость и свои сострадания. То есть, и в этом случае, когда мы дальше будем читать, нужно всегда помнить, что все мы получаем по вере и по благодати, точно так же его милость и его сострадание, или то, что он нас жалет, да, оно на основании веры и благодати, оно нам дается. Поэтому, если человек другим путем хочет это приобрести, то тогда такая милость ему не дается. Почему? Потому что Бог уже определил, что на основании веры и благодати, я вам все дам, если вот на основании этого придете. А человек, если приходит другим путем, то он говорит, я не могу тебе дать. Потому что он справедлив, он праведен, и он не может смотреть на грех. И вот здесь, когда говорил Моисей, это исход 33.19. И здесь опять же Павел, во многих местах, как мы в прошлый раз тоже говорили, он цитирует Старый Завет, или же именно те события в Старом Завете указывает, потому что Старый и Новый Завет, они тесно сплетены, и в принципе это одно и целое. И это был тот момент, когда Моисей хотел увидеть славу Бога, если вы помните, и Бог говорил, что там будет скала, я тебя поставлю, но ты не можешь Моя улица иудить, потому что ты не можешь сейчас отца жить. Я пойду, рукой закрою, а потом ты сзади увидишь, да? И вот там как раз вот эти слова были сказаны, что, кого мило исповел, кого жалеть, пожалел. И в этом случае опять же, уже тогда, значит, Бог давал основание этому учению, что если всякий, кто будет приходить ко мне и починится моему пути, то есть то, что я определил, и по этому пути приблизиться ко мне, я тому помилу, я тому пожалею. И, конечно, естественно, обратное правило будет, если кто не починится, значит он не получит милости, и не будет, Бог не пожалеет ему, да? Это было исход 33.19. Если потом не было хотите посмотреть. И, значит, в жизни людей, что происходит обычно, что они, в прошлый раз вот уже мы говорили, что они противятся, или можно сказать даже бунтуют, против всего того, что Бог дает, или Бог хочет дать, да? Определенным путем. И человек, или же хочет в одно и то же время грешить, и чтобы он был спасен, одно и то же время любить Бога, и так же бунтовать, то есть как будто бы кажется, что он хочет подчиниться Богу, а на самом деле хочет диктовать свои условия, да? Но в этом случае дальше, в основном, мы увидим, что Бог, показывается в том смысле, что Он Бог, и Он устанавливает правила, Он главнее, Он выше всех нас, и поэтому это мне даже не может слушаться, и проблема в нас, если мы в себе, или вокруг видим какие-то трудности, или еще что-то, да? То проблема не в Боге, а в самом человеке. И вот, когда говорится о милости, было, оказывается, несколько слов, по-еврейски, по-грейски, которые означают милость. И вот, извините слово, там оно означало, жалеть, или же чувство, при котором хочется удалить жертву из трудной ситуации. И в этом случае, когда Бог говорит, что Иисус вышел, увидел, жарился над людьми, начал исцелять, начал учить их. Там в одном месте говорилось, что когда дочь Ворон увидела Моисея в реке, то она жарилась. И, то есть, когда есть жалость, то это означает, как и в этом случае, есть сразу же реакция. Иисус сразу же пошел, начал говорить, чтобы делать, чтобы им было легче, да? И в этом случае тоже, когда Бог говорит, что Он помилует, кого Он помилует, то есть, кого Он захочет, того помилует, то это означает, что Бог видит нашу ситуацию, и Он уже ответил на эту ситуацию. Что послал Иисуса, Иисус умер над Грисеей, говорит, только ты поверь, я то, что тебе нужно, и пожалею, и помилую, и утешу, только вот это прими, да? Поэтому, то, что уже Иисус сделал, оно указывает на то, что Бог сделал, то, что Он помиловал свою милость, вот таким образом нам показал. По-английски, оказывается, есть три слова, но я хочу ударение на одном из них сделать, оно производится, как сплант внизу май. И мне кажется, что именно из этого слова произошло английское слово сплин, что означает селезенка, а по-английски это означает внутренность, иногда можно означать, как кишки, то есть все, что внутри человека, переводится как милость или как любовь. И вот несколько стихов я сейчас прочитаю и снова завету, будет интересно, как на русский язык перевели. Лука, первая глава, 78 стихе, говорится благоутробное милосердие. То есть хорошая утроба, и из нее идет милосердие. То есть оно, в принципе, это означает внутреннее, внутреннее, как бы, чувство человека. Деяние 1.18 переводится как внутренности. 2 Калифорнием 6.12 говорится в сердцах ваших тесно. Там он имел в виду не физическое сердце, а внутренность именно, вот это слово. 7 глава 15 стих 2 Калифорнием говорится и перевели как сердце. А потом интересный такой стих филиппинцам 1.8. Может быть, некоторые наизусть знают то, что, когда, по-моему, говорят, что я вас люблю, любовь Иисуса Христа. Любовь Иисуса Христа именно тогда означает то, что его внутренность, да. Колоссянам 3.12 перевели как милосердие. По-английски powers of mercy. То есть внутренность и милосердие тоже. И это, как бы, такие обороты или фразеологизм, которые буквально могут означать, например, как в том случае внутренности, то, что в английском перешло как селезенка, да. По-русски тоже есть некоторые моменты, но, может, значение немного круглое, но примерно такой же принцип. Например, говорится, он у меня снеслит в печенка, да. То есть это уже означает, что он настолько мне противен, да. То есть уже используется то, что печень, но хотя не физическая печень, да. У нас в узбекском языке, когда говорят печень, то по отношению к своему родному, там, родственники, да, они используют слову печень. В смысле, такой близкий. Если кто-то умер, они говорят, он открыто плачет, можно сказать, там они были плакающицы и плакали. Там в узбеке тоже есть такие специальные плакающицы, их приглашают, чтобы они помогали плакать. И там тоже они такое используют, что вот, моя печень, там, умер, или она умерла. Они используют вот это слово. Потом есть много еще других, когда используются какие-то, ну, именно в узбеке, да, определенные части тела, может быть, да, которые, и когда используются, они означают что-то другое. Например, надуть губы. И понимают, что надо взять. Или, например, говорят еще распахнуть душу, да. Или, там, говорят, плюнуть в душу. Волосы стали дубы. Иногда бывает буквально, но иногда они просто говорят, как, в другом значении. Или иногда говорят, кровь закипела внутри, да. Или вверх. То есть все это указывает на определенные эмоции, внутреннее состояние. И то же слово в грейске, оно иногда могло буквально, во многих случаях, помиловать, да. Помиловать, да. Вот это слово помиловать, да. Или прожалеть. По-моему, милость, да. Поэтому, она разве так в силу написала, что оно в русском, оно так, как леталось написано. Ну, то есть оно, ну, не тем же шрифтом, если посмотреть. Это шрифтом? Да. А, ну, в этом случае... Или потому, что его там не было поставлено. Да. Его нету, но по значению... Можно было бы и поставить, потому что по значению такое бывает. Например, по-английски, например, такое могут сказать. Например, если скажут, у меня есть ручка, да. I have a pen, и... А потом дальше могут просто сказать one. Do you have one? То есть у меня есть ручка, а у тебя есть, но подразумевает, у тебя есть ручка. Поэтому, вот, здесь тоже примерно такие моменты есть, когда оно подразумевается, и если так перевести, оно будет правильно. Поэтому, ну, в этих случаях они представили бы курсиву, чтобы показать, что, в принципе, в оригинале нету, но чтобы помочь, чтобы понять значение, они поставили, да. Поэтому, возможно, там было и так это, может быть, было написано, я вот точно не знаю, но... Оно по значению, в принципе, связано с предыдущим цихом. Ещё другие моменты мы видим, когда Иисус говорил о царе, когда другой был, должен был ему, да, он сжалился. Есть другие моменты, когда облуднулся, мне тоже отец сжалился, его впустил. То есть во всех этих случаях мы видим, что когда человек или Бог жалеет или милость оказывает, то человек делает что-то, чтобы эту ситуацию изменить. Или Бог в этом случае, да. Тоже было с Иисусом, да, и у людей то же самое, как до этого мы читали. Вот дочь Павлона жарилась, и она взяла его себе, Моисея. Иисус жарился, и что-то поэтому для этого сделал. Тот же самый, когда говорится, что Бог помилует и пожалеет, кому хочет, это означает, что Он уже сделал. То есть Он уже сделал путь, по которому Он может проявить свою, или дать свою милость и пожалеть человека. И я так понимаю, что это Иисус, Его смерть, она и была ответом на эти проблемы. И тоже, в том числе, этот человек, которому Он проявляет веру и через благодарность. Да, 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 опять же к этому мы возвращаемся, понимаете, да. То есть в этом случае Он делает ударение на другую сторону медали, как бы говорит, что это Бог, который ставит эти условия, Он, главное, а не мы. Но если дальше вдуматься, мы опять же, как вот раз мы видим, что на основании веры и благодати человек это принимает. До этого он об этом и говорил со стороны человека, что человек на основании веры и благодати может принять это, а теперь он отвечает тем евреям, которые могли бы сказать, да, то, что ну и дети Аллах, ну такие, и сипы, и до этого он уже объяснил им. И потом дальше он начинает, если у них были какие-то мысли, потому что у него были такие мысли до веры, поэтому он знал эту ситуацию очень хорошо, и поэтому он как бы по полчаса расставляет все это и показывает, что человек не может делами или законом прийти к Богу, потому что не человек ставит эти условия, а Бог ставит. И о том, что он пожалел, это означает, что он уже что-то для этого сделал. И вот 16 стих, это наглядный пример. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И вот здесь мы видим, опять же, что, как в прошлый раз мы помните говорили, что то, что Яков по счетам был за семья, не зависело от его дел. То есть, как бы он не согрешил, да, все равно Бог его принял, потому что он принял его на основании веры и благодати. Яков оставался верным Богу на своем уровне, и он любил Бога, и поэтому Бог его возлюбил, да. И, с другой стороны, также это не зависело от его, вот в этом случае, смотрите, когда говорится, не от желающего, то есть, с одной стороны, показалось, что у человека есть желание, и он, где кажется, не подвязающийся, а в принципе, значит, который бежит или стремится к этому, да. То есть, с одной стороны, у человека говорит, что есть желание, и с другой стороны, есть дело, он стремится к этому, да, он говорит, от этого не зависит. И в этом случае тоже, с одной стороны, вне зависимости от его дела, то есть, не имело значения, он согрешил или нет, самое главное, на основании веры и благодати, Бог его принял, и дальше не имело значения, как он захотел и побежал за Богом, да, от этого тоже не зависело, потому что всегда это зависит от жертвы и суда Христа. Только на этом основании Бог будет давать свою милость. И дальше Лука 18.14 говорится, «Ибо всякий, возвышающий сам себе, унижен будет, и унижающий себя возвысится». То есть, в этом случае делается ударение на то, что Бог ставит условия, Бог определяет рамки или определяет путь, через который человек может к нему приблизиться, и поэтому человек не может это изменить, ничего не может добавить, ничего убавить или там заменить его чем-то, да, он не может это сделать. И вот теперь переходим к фараону 17.7, «Ибо Писание говорит фараон, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мою по всей земле». Если мы замечаем, то дальше он рассматривает, до этого он рассматривал вот эту сторону, да, семя, на каком основании они были посчитаны за семя, да, а теперь он, получается, в другую сторону, хотя он убьет другие примеры, но он показывает другую сторону медали, да, то есть в этом случае получается, что фараон, до этого он говорил бы о Моисее, хотя это там был пример такой, что, как бы, видение, да, то, что это Бог, он принимает решение, и теперь он говорит о фараоне точно так же, как и о Исаа, да, мы говорили, что у Исаа была такая же ситуация, как Петра, но он сам решил, как реагировать. И в этом случае, в этом 17 стихе мы видим, что Бог оказывал свое предвидение, он говорил, я заранее уже знал, какой фараон, какой он будет, и поэтому я использовал его, какой он есть, для того, чтобы показать свое могущество, да, силу мою и чтобы имя мое было проповедано. И в этом случае, как мы до этого говорили, это не означает, что Бог заставил, или что это была его судьба, судьба фараона, таким образом пасть, да, а именно по своей природе он вот так реагировал на зов Бога. И вообще, если, например, рассматривать само слово «судьба», по-русски, в принципе, она идет от слова «судить». Вот, иногда, например, когда, если где-то палит, или стреляет, я скажу, то это место называется «стрельба», что происходит стрельба. Поэтому, где судят, это означает, это судьба. И в этом случае, в Писании, как говорится, о судьбе не означает, что, как вот это современное сейчас понятие о судьбе, да, то, что, что определено, оно и будет, как бы человек не противился, или, там, что бы ни делся, оно так и будет, да. Это означает «судьба», но в Писании то же самое слово означает «другое». Вот, когда говорится, что не следимы твои судьбы, по-моему, да, право говорится, то там не означает, именно, что он отдает каждому судьбу и говорит, что все равно ты не боешь, но как я захотел, так и были, да. Нет, там означает, что его суды, они не следимы, то есть, там немного другое значение. Поэтому, если, ну, с этой точки зрения смотреть, то мы также понимаем насчет фараона то же самое, да, что от того, чтобы он был по плоти, от того, что он жил, Бог это заранее знал. И поэтому на тот момент, от того, чтобы Бог заранее знал, если бы он был мягким, да, он мог бы сказать, что ты пойдешь, и фараон сразу тебя отпустит, да, и весь Египет, может быть, придет к Богу, может быть, да. Но этого не было, потому что его природа, его сердце, оно на тот момент было таким, и поэтому просто Бог использовал то, что было на тот момент. И в этом случае нам вот так, да. Все равно, что здоровье, что Господь уже видел на тот момент его сердце, значит, Господь берет сердце, и я... Поэтому вот кого-то все равно тогда избирает к этому пути, а кого-то к этому. Раз, когда еще он видел на это сердце, значит, что он его избавляет от сердца. Потому что его таковом сердце уже было на тот момент. И он ее еще больше не сточет. Но оно уже было застоковым. Он еще давал ему. Ну вот если рассматривать... Дальше мы будем смотреть. Нельзя в этом случае выпускать из виду то, что он говорил, что Бог призывает всех одинаково и только на основании «Веда и благодатью принимает». И это примеры нам были, да. И поэтому если рассматривать само вот это слово ожесточение, как оно происходит. Когда мы про Юлы говорили, да, с самого начала у него, видимо, уже мировоззрение было другое. У него был ящик с деньгами, и он тащил этого. Он был ворк про него написан. И во многих случаях, когда он говорил, что там, давайте продадим там, да, чтобы дать деньги бедам, то он имел в виду, что он какую-то часть может давал, а Башут тебе свея оставлял. Он что-то там терял. То есть у него уже пути были кривые. И на тот момент, если мы говорим о совести, которая сожженная, да, то есть с каждым рамом, чем больше человек делает грех, она меньше и меньше становится рягилой. То же самое сердце. Чем больше человек входит в греху, она больше и больше начинает оглубевать, становится жестоким. И в этом случае, как вот в том случае, говорили, что Бог дал злого духа Саулу, да, то это там в том случае, что он не отправил, потому что в другом месте мы считаем, что Бог не искушает, да, не искушает со злом так же, то есть у него злых намерений нету там, и специально что-то не делает так, чтобы кто-то упал. Поэтому и в этом случае, что когда говоришь, что Бог ожесточал, то это означает, что Бог дал ему такую ситуацию, как у Якова, но от того, что у Бараона, в этой ситуации он все в своей стопе, он ответ, и оно еще больше стало жестоким. Например, как мы читаем это, что Моисей Тушев говорит, Бог говорит, давай тебя отпусти. Он говорит, не отпущу, кто он такой вообще? А потом уже после первого, он говорит, ой, ладно, я уже все, мы видим как будто бы рассказ, а потом в следующий день он говорит, не, 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 не отпущу. И все это повторяется, и скажем разом, больше и хуже и хуже, он все равно не отпускал, и только когда его сын убег, тогда он отпускает, и даже тогда, когда отпускает, Паша, что я сделал? Идемте все, пойдем за ним и заберем. Бесплатный труд, слух своих там отправил. То есть, и даже тогда он не изменился, даже когда он раскаялся, то есть, как вот, например, бывает у людей, которые алкоголь или наркотик используют, то, что у них больше боязнь за последствия, что если будет там, ну, что заболеет там, или может передозировка, может быть, да, поэтому за это они расстраиваются, ну, ломки, да, и все такое, да. И в этом случае, если пример брать у наркомара, то, что когда ломка, я слышал, да, что и в общем и все ломит, и температура, и везде болит, и понос. Ну, как только укол сделать, в течение там каких-то минут, все, ничего нет. И он идет на все же, чтобы сделать этот укол. Да, почему? Потому что на тот момент сатана именно такую ситуацию предлагает, что лишь бы оставался там человек, да, получается как будто бы, он как будто бы сохранен, и у него нормально все, да. А если старается уходить, то уже получаются большие трудности, да. И возможно у остальных тоже примерно такая же ситуация, потому что, в принципе, действие греха одинаково. То, что когда есть, мы считаем, что написано как раз таки про Моисея, что он, Деяние было написано, я тут особо не помню, то есть там говорили, что он пренебрех удовольствием греха, что это примерно так. То есть там мы видим, что в грехе есть удовольствие, но оно временно там говорится. И этим завлекать Сатана, а когда он уже пришел, теперь только страхом, и он не держится. И возможно у него то же самое было, что была ситуация, он хотел отправить, а потом были какие-то, может быть, у него сомнения, или еще что-то, то есть сразу не поменился, да. То есть еще я хочу сказать, как у Якова и у Исава были одинаковые ситуации, в принципе, жизненные, да, и они могли выбрать один путь или другой. Но каждый выбрал другой путь, то же самое у фараона. Ему был, да, такой шанс, что давай его отпусти, отпусти их от народа, да, но он не захотел. И поэтому там было сказано, по-моему, да, то, что, когда он сказал, а кто он такой Бог, да, в конце концов, Бог показал. И Бог кто он такой. То есть, вот это состояние фараона, тоже состояние было у евреев. Такое состояние, что они как бы говорили, что мы сами все выбрали путь, и Бог нас должен на этом основании принять, да. И поэтому, как вы прошу вас, мы говорили, противление и бунт, то, что они схожи в чем? То, что они все отвергают истинное учение, истинный путь. Или что-то добавили, или что-то убавили. И поэтому непослушание и бунт, в принципе, оно схожи в том, что они не подчиняются на стопроцентно пути Бога. У фараона был бунт, скажем, да. А у кого-то, может быть, непослушание, но они, в принципе, схожи. А дальше уже, когда человек начал с непослушания и не вернулся, не покаяться, да, дальше-дальше он дойдет уже до бунта, да. Но я немножко так... Да-да, я не знаю. Нет, может быть, ты будешь об этом еще разгрыть, но вот, в 22-й концерте, в церкви они говорят так, что же, если Бог, желая показать гнев, и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды в небо, готовые к погибели. То есть, они уже это... с фаром уже давно свою меру... Уже Бог его... А давно определил? Не то, что определил. Он уже свою... уже давным-давно набрал свою меру. Уже Бог его тогда мог поразить. Но он ему еще давал шанс. Раз, два, десять раз. Он еще щадил его. Он ему, что, с великим долготерпением давал шанс. Шанс за шанс. Шанс за шанс. Шанс за шанс. А не Ронова? Нет, про фарона. И 23-й стих. Дал вместе и явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которое он приготовил славу. То есть, у него тоже... И для этих он... И для Моисея он тоже давал шансы. Всегда. Моисей мог сказать, «А, мне у своего теста нормально, жена, деточки тут». Нормально? Что я тут дал? То есть, всегда подает эти шансы. Кому это был одинаковые шансы. Нельзя сказать, что этот человек нахавает, ничего не делает, и Бог ей какую судьбу сделал. Во всем одинаковые давала. А в этом, это, заранее арбитатовит себе. К этому не еду. То есть, все в жизни. Точно так, фараон. Точно так, Яков. Точно так, Иса. Точно так, у него есть сосуды, которые он знает, это правильно сделал. Он ему переставляет выше, выше, выше каждый раз. Или ты все ешь ниже, ниже, нет. И в какой-то плохой момент твой выбор сделал твое определение, твою судьбу. Ты выбрал так. И вот вот эта глава, девято, она говорит, как бы, только избранник, только избранник. Ну, так не бывает, что Бог одного зашил, а туда тащит, а другого зашил, а туда же тащит. И вот, значит, то, что случилось с Хароном, он, как мы до этого говорили, что если бы он мог тоже принять Бога, и даже в этом случае была эта слава Божия проповедана, да? То есть вот здесь, где говорил, что показать силу свою, и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. То есть в обоих случаях все равно слава будет Богу. Если человек, как фараон, не подчинился, или же, как вот у праотцов мы видим, как они подчинились, и в их жизни все равно будет имя Божия прославлена. Если переходить к восемнадцатому сиху, мы читаем здесь «Итак, кого хочет – милует, а кого хочет – ожесточает». И вот в этом случае мы видим, что некоторые люди говорят, да, что, например, вот Адам и Ева сделали грех, я их вообще не знал, и то, что они сделали, как это может на меня влиять, почему за их грех я отвечаю, да? То есть примерно в таком смысле дальше идет мысль, и Павел, в принципе, так хочет показать нам, что, когда вот в этом месте говорите, кого хочет – милует, и кого хочет – ожесточает, и вот его, в этом случае я заявляю, что Бог хочет, да, кого-то миловать, а кого-то… А ожесточает или наказывает написано? Правда? Ожесточает. Ожесточает написано, да. И наказывает? Нет. Оказывает, здесь не написано, но, в принципе, за ожесточение, в принципе, наказание, наказание… Нет, но Бог любит того наказания. Да, кого любит… А, да, да. По-моему, моя вина, да. Ну, и в этом случае опять же возвращаемся к этой теме, что на основании веры и благодати все это происходит, за то, что Бог хочет дать свою милость и свою благодать людям, Он установил условия, да, Он говорит, на основании вашей веры во Христа и то, что Он сделал на Христе, я вам могу дать свою милость и благодать. И человек, который это принял, он получает от Бога это, который человек не принимает, значит, он ожесточается. То есть… То есть… Условия и не выбор. А? Условия и не выбор. Бог устанавливает условия и дает выбор человеку. Да. Получается, в этом случае вера – это выбор человека, это то, что Он решил выбрать, а благодать от Бога, но условие Божие. То есть Бог стоит во главе, а не сам человек. И в этом случае, когда мы говорим об ожесточении или же о милости одинаковое, пусть оденит тоже в плечи, да. То есть, одни, получается, как мы в начале работе говорили, что одни приняли свет и стали чердами света, другие отвергли свет и, получается, остались здесь мытьмы, какими они были до этого. Поэтому для этих получается, что они ожесточаются, потому что их состояние, оно одинаково не остается. Например, что, когда ребенок родился, мы знаем, что в нем есть греховная природа, но до какого-то определенного момента Бог не вменяет этот грех. Почему? Потому что тот ребенок еще не осознал, что он грешный, что он имеет право выбора, да, и он, и она. И когда только уже ребенок в каком-то у всех по-разному возрасте доходит до этого момента, с того момента уже Бог считает этого человека ответственным, да. И получается, что состояние этого человека, ребенка, оно с каждым разом будет ухудшаться, если это, например, остается в грехе, то он глубже в грех, да, идет, а когда уже переходит, принимает благодать, то он в освящении будет выше, да, или больше будет, если на этом остается, больше будет растимым. То есть, никогда человек не останавливается в одном месте, да, то что... Поэтому вот эта мысль, что человек, когда поверил, как-то может дойти до святости, и все, да, как будто в рот он уже нашел. Такого не бывает. То, что постепенно все это рост идет в одном направлении, или в другом, в зависимости от того, что человек выбрал. Поэтому мы до этого тоже говорили, что Бог праведный, поэтому не может грешника принять, но он дал им путь, через который он может принять. И поэтому этому дает, этого он милый, а этого ожесточает, потому что этот человек не принял его путь, и поэтому Бог не может свою любовь показать, хотя он любит человека. Поэтому до этого мы читали, что и сам его возненавидел, а я его возлюбил. Вот я хочу сказать просто, для того, чтобы объяснить вот этот восемнадцатый стих, да, вот эти вот любящие стихи, которые вы объясняете, невозможно объяснить их просто, просто вот как вот на поверхности, да, то есть надо вернуться назад к тому, чему-то жмали, и знать. То есть пока, опять же, возвращаемся к вере и благодать. И если это вот кто-то не знает учения, они будут читать, как это написано. Кого хочет, того делает, и все. А ведь, если ты берешь кульпину, копаешь, то кого хочет? Того, кто избрал этот путь, и на основании веры и благодати. Тот, кто отрелся и силов, он остался во вселенной, значит, ему грозит ожесточение. Ну вот, мне вот, как бы сказать, немножко, вот это слово «кого хочет». Получается не то, что, получается, хочет. Он хочет и того, и того, и того миловать. Там же написано в описании, да, что он пришел, не так сказать, а миловать. То есть у Бога одно желание – миловать всякого. Правильно? Есть такое же написано, что он, ну, все вот, таков миловать, что это все люди спаслись. Тем не менее, если бы, с другой стороны, он ожесточает. То есть вот что-то где-то, вот если просто человек читает, ну, какое-то, вот звено какое-то отсутствует, чтобы он понять. Если бы, вот как я правильно поняла, ну, как я думал, правильно или неправильно, если бы сказала, это не то, что кого он хочет. А кто хочет быть помилован, тот будет быть помилован. А кто не хочет быть помилован, тот будет ожесточен. Это, ну, все равно ты же стал, он же выбор нам дали. Да, да. Правильно? Он нам дал курс показаний, а теперь уже выбор от нас. Он создавал условия, а выбор дел от нас. Поэтому, в данном случае, ну, не он же, хотя, в предыдущихся, это опять же, ну, от Бога, милующихся на себя, помилованных. Поэтому немножко, вот как-то я и все равно, вот это слово, кого хочет, ну, в случае получается, что он хочет кого-то помиловаться. Хотя, я понимаю, что ты говоришь, что только кого хочет помиловаться, который наставание веры, и этому он дает благодать. Потому что, помните, до этого мы сказали, что до этого момента он говорил, вот, с человеческой стороны, да, что вот это учение, вот это Иисус сделал, поверь, и Бог тебе привезет. А теперь он указывает с Божьей точки зрения на то, что это он решает. Он хочет, и он установил путь, и поэтому, кто выбрал, он дает свою милость, потому что он хочет, и это выбрал. А кто не выбрал, Бог должен свой гнев на них выбрать. Ну, хотя бы должен был внутри гнева. А? Если бы было слово «хотя бы должен» это наказать. Но оно говорит, что он зачастую хочет все-таки его наказать. Хотя, по всей вероятности, наверное, не хочет, но должен. Вот это больше это слово с удовольствием. Ну, и здесь также, если вот по-английски смотреть, оно… То, что он здесь говорит, 18 стих, связано с 15 стихом. Вот, где написано, кого милует – помилует, кого пожалеет – пожалеет. Он объяснил, говорит, поэтому, значит, он, кого милует – помилует, а кого ожесточает – будет ожесточать. То есть, ту же самую мысль он по-другому сейчас вам рассказывает. То, что было Моисеем открыто, да, в 15 стихе, как тогда? Кого миловать – помилует, а кого жалеть – пожалеет, да? А теперь он две эти стороны показывает, да, то, что кого миловать – он будет миловать, но здесь примерно так перевелишь, что и так кого хочет миловать, а кого хочет ожесточать. То есть, уже две стороны показывает. Поэтому, опять же, указывается на то, что нагловесство Бога, а не человека, да, то, что человек с его стороны воля только в чем заключается – или принять то, что Бог предлагает, или отвергнуть его. А Бог на основании этого, да, на основании веры в благодати, или то, что неверие и неблагодати, да, то есть, на основании этого дает то, что им он хочет дарать. То есть, в этом случае, получается, как мы до этого говорили, он сказал, что Бог избрал план Бога спасения, и говорит, что всякий, кто помиляет высосу, будет спасен. И поэтому здесь уже указывается именно на то, что Бог это избрал, и поэтому он говорит, что всякий, кто изберет, я ему дам спасение, все те, кто примет дать спасение, а кто не примет, он хочет дать ожесточение и дальше наказание, потому что его природа такая, в этом мы смотрели, что Бог ей неправильно, то есть, он правильный, он справедливый, поэтому на основании справедливости он это так и должен будет делать. То есть, как Иоанна написала в 10-й подъеме, вроде, что Христос говорит, я есть дверь, и всякий, кто дверью войдет, то спасется. А кто перелазит в Индии, он и желает, и подвизается, он и желает туда, и подвизается, он и лезет через окно, он же не то, что я пожелал этому, он и желает, и лезет через окно, тот вор и разбойник, то есть, Христос такого, или Господь такого зашеврит, а кто дверью входит, то Христос говорит, пожалуйста, заходи, спасайся, он дает выбор опять, чего тебе не заходить через дверь, иди через дверь, что тебе лезет через окно, нет, потому что я желаю, у меня свое понятие, потому что я думаю, то есть, у него уже, он даже еще свое видение, и он еще даже лучше, чем Господь думает, он еще больше милостивый, чем Господь милостивый, он еще, знаете, как много сейчас посмотришь, чего-то Бог там, война там, о, что Бог не мог сделать, типа он сидит, ест там, ест там в госу, заедает так вот сам, и решает, чего война там, там, и там, и поедет туда, и там посмотри, что, а то он решает, и вину на Бога хочет сложить, то есть, лезет через окно, и зайди куда-то, спой, и посмотри, все очень просто. Еще в другом примере, если он говорит, что, если придет человек, уже не помню, то ли на первую, или куда-то, но у него нет одежды, и начальник говорит, ты чего сюда зашел, где твоя одежда, он не знал, что сказать, я не помню, то ли там, или в другом случае, конечно, что того вывели, и его рассекают на дворе, то есть, там такое, указывается, что, да, то есть, именно такой человек, который не вошел в дверь, который не оделся в одежду правильностью, а со своей правильностью заходил в одежду, но там уже не получается. Ты нам собрал камни, первая самая жирка. А, да, 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 там где плать, скрежете зубов, да. Хорошо, значит, в 15 стих тогда, ты скажешь мне, за что же еще обвинять, ибо кто противостанет воле Него? И вот это вопрос, скорее всего, другого еврея, или, возможно, это был вопрос Павла, когда он еще был Саввом, да. То есть, этот человек, о том, что он в 9-10 главах говорит об Израиле, о евреях, поэтому это все касается их, и они помогли тогда такой пример привести. То есть, до этого он сказал, они говорили, мы дети Авраама, он сказал, нет, если не поверить, то вы не дети. Они говорили, ну, тогда мы дети Исаака, тогда он тоже сказал, что были близнецы, но все равно там была такая ситуация. И когда он уже все это, получается, объяснил, то дальше уже ход мысли такой тогда. Ну, как тогда Бог может меня обвинять, если Он кого захотел? Потом, по той же, если вы судите, да, должное вот это учение о судьбе. Если Бог кого захотел, ожесточил, кого захотел, помиловал. Зачем меня обвинять? Я же не знаю, да. И опять же, возвращается к тому вопросу Адаме, многие говорят. Мы вообще даже их не знаем, может, их вообще не было. Зачем про это говорить? Так вообще не нравится эта тема. Особенно в Исламе они говорят первородного греха. Нет вообще. Этот человек сам по себе грешит. Многим не нравится, но, опять же, нужно к этому возвращаться. И мы видим, что и даже сейчас кто-то что-то где-то сделает, оно может на нас влиять. Вот, например, сейчас на Земле, в принципе, мы можем хоть куда пойти и жить, кроме Черновы. Там, где вот это было. Потому что там, как говорится, радиация, и человек сразу же умрёс. То есть, кто-то когда-то что-то сделал, но это на нас влияет. Может быть, не непосредственно, не напрямую, но всё равно какое-то ограничение есть. То же самое, у человека, например, родитель, ну, отец переехал куда-то жить, например, да? Там его ребёнок родился. От ребёнка ничего не зависело, но он, получается, там живёт, а не там, где до этого был папа. То есть, есть многие вещи, которые делают другие люди, и это на нас влияет. А когда мы говорим об Адаме Еве, то мы видим, что то, что они согрешили, вот эта греховная природа, конечно, она всех нас перешла, и поэтому... Но в этом случае мы видим, что человек, на основании этого вопроса, видите, он говорит, что... Человек говорит, что зачем Бог меня тогда обвиняет? То есть, это человек, который в гордости, как бы, говорит, да, спорит, как бы, с Богом. Если Бог, ты такой, зачем ты меня обвиняешь, ты не можешь меня обвинять, да? То есть, в этом случае, опять, когда мы видели, что человек хочет, как бы, контроль в свои руки взять, он говорит, сам быть, как бы, судьёй, и он говорит, что Бог не имеет права меня обвинять. Понимаете, да? И дальше он говорит, кто может противостать воле Бога? Конечно, в конечном счёте никто не противостанет воле Бога, но есть некоторые моменты в истории, когда то, что Бог хотел, оно... Или люди не делали, да, например, про Израиль, да, про Израиль мы знаем, что Бог хотел, чтобы они правильно себя отожили, и этого не было. И Бог хотел, чтобы первым царём был Давид. Они выбрали Саула, да? И даже тогда, когда уже мы, ну, это уже явно было, да, то, что Саул уже хотел убить Давида, а потом, ну, как бы, многие всё равно не считали Давида за царя, хотя он был и помазан, да, там были только несколько приближённых, а потом уже Саул и умер, да, по-моему, только два или три колена, да, его выбрали как царём. И потом, через какое-то время, когда там кто-то то ли нападал, то ли какая-то ситуация была, тогда все остальные решили стоить сюда, и приблизиться с Давидом, потому что нам будет хорошо тогда. То есть, то, что Бог хотел тогда, может быть, Он хотел, чтобы Давид, ну, вырос до какого-то, до какого-то, да, но они заранее уже выбрали Саула, но вот это, оно, можно сказать, что продлилось на какой-то срок. И люди подчинялись Богу не от того, что хотели, любили Бога, да, от того, что они были вынуждены, потому что им было выгодно в этом случае, потому что иногда в нашей жизни тоже такое может быть, да. Но в конечном счете воле Бога никто не может противостать, это мы видим вот на примере с Яком Несавом, да, потому что Исаак, ему нравился Исаак и так далее, но Бог до рождения сказал, и во время благословения так и произошло. Поэтому Исаак, он вас напитал, и со страхом сказал, кто же это был, да, потому что на тот момент, ну, он понял, что неправильно делал, но Бог все равно то, что хотел, он это исполнил. То же самое, когда этот Иосиф привел к Израилю своих детей, это был Манасий и Ефрем, да, он так их поставил правильно, а Яков взял и подтогнал молиться, хотя он только перестал, он говорит, нет, так не надо, все я правильно делаю, да. То есть и в этом случае там тоже старший был, ну, Яков стоит, скажем, да, и Иосиф, его сын, Иосиф приводит в своих сценариях, старшего с правой стороны от Якова, чтобы Яков правую руку поставил, благословение, потому что он старший, а это был младший. Но когда они пришли, я их вот так сделал, то есть как бы младший становится старше, а старший младший, как и в этом случае, то там мы тоже видим, что воля Бога, и в этом случае она могла, ну, не входить в рамки, но... И в этом случае там был Иосиф, в принципе, тоже избранный Божий, да, но он тоже мог ошибаться, он мог тоже иногда не понимать, но он не мог противиться воле Бога. Боле Богу все равно исполнилось. То же самое у Иисуса, когда пошел в креститься, да, Иоанн Сергей, ты че, я должен тебе креститься, но Иисус сказал, ну, так должно быть, что исполнилось правду написано, да? Ну, сейчас мы просмотрели, значит, девятнадцатый сих, может быть, на прошлый раз еще несколько мыслей скажем, и дальше пойдем, а так на сегодня мы можем закончить, если, конечно, кто-то хочет добавить, или может какие-то свидетельства сказать...